Шри-Ланка. Революция, государственный переворот или голодный бунт? Александр Ставер за 14 июля 2022 года. Сразу несколько читателей обратились ко мне с просьбой высказать свое мнение о событиях в Шри-Ланке. Причем события в этом государстве большинство трактуют как революцию. Народ сверх ненавистного тирана и требует справедливой власти. Сразу скажу, тисис довольно спорный, хотя следует признать, что в стране действительно достаточно сильные левацкие элементы, особенно маоисты. Достаточно вспомнить официальное название этого государства – Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. Он нажит для большинства населения, эта страна ассоциируется с цейлонским чаем, который для Шри-Ланки наряду с рисом является основным экспортным продуктом. Цейлонский – это торговая марка, сохранившаяся со времен колонизаторов, когда остров так и назывался. Вторым и, по моему мнению, основным источником дохода является туризм. Ежегодно эту страну посещали миллионы туристов со всего света. Во-первых, там действительно есть что посмотреть. А во-вторых, остров удачно расположен недалеко от материка, совсем немного восточнее южной оконечности Индостана в Индийском океане. Следовательно, доступен. Немного о терминологии. Лично я никакой революции или государственного переворота на сегодняшний день не вижу. Это, если использовать старую терминологию, обычный голодный бунт. Или, говоря более современным языком, народное восстание, для возникновения которого сложились реальные социально-экономические и политические причины. Обратите внимание на слова «на сегодняшний день». Это очень важное уточнение, исходя из развития таких событий в других странах. Уверен, что в Шри-Ланке уже сейчас активизировались внутренние и внешние силы, причем разнонаправленные, которые будут стремиться использовать ситуацию в своих интересах. Почему народные волнения были неизбежны? Я думаю, что для большинства специалистов народные бунты не были неожиданностью. Более того, многие из читателей предсказывали такое развитие событий, правда, без привязки к конкретному государству. Помните собственные мысли о том, что мировое противостояние России, Китая и других стран США с Западной Европой приведет ко многим катаклизмам, жертвами которых прежде всего станут самые незащищенные страны Третьего мира. Что стало причиной бунтов конкретно в Шри-Ланке? Кстати, по моему мнению, это будущее того обрубка Украины, который останется после окончания гражданской войны на Украине и СВО Российской армии. Именно такой сценарий готовил и продолжает реализовывать Запад в этой стране, ежедневно увеличивая зависимость Киева от западных кредитов и опутывая страну долговыми обязательствами. Ничего нового я не скажу. Начнем с глупостей, которые стали творить руководители этой страны, с бывшего уже президента Гатабая Раджапакса и его правительства. Внешнеторговая сальда Шри-Ланки всегда была отрицательным. Экспорт составлял примерно 12 миллиардов долларов, а импорт примерно 20 миллиардов долларов. При этом страна обязана выплачивать огромные проценты за внешние кредиты, откуда брали недостающие 8 миллиардов долларов. Туризм – 10% доходов. В хорошие годы туризм действительно компенсировал недостаток денег, но такие годы в последнее время случаются все реже и реже. Потому хронический дефицит бюджета – это привычное состояние экономики Шри-Ланки. И что делало правительство? Эмиссию увеличивало количество денег и других финансовых обязательств. Дальше – инфляция, причем довольно высокими темпами. После введения ограничений, связанных с пандемией, страна потеряла огромную часть своих доходов. Практически два года поступления от туризма не было. Что делать? Обратились к Индии и США за кредитом. В ответ вопрос о выплатах по предыдущим кредитам и, соответственно, отказ. Обратились к Китаю. Отказ, который мотивировал антикитайской позиции государства. В правительстве паника и идиотское решение президента о возврате к старым технологиям в аграрном секторе в целях экологичности продукции. Меньше чем за год производство чая сократилось на 20%. Страна потеряла более миллиарда долларов доходов. Риса, который всегда был экспортным продуктом, стало не хватать. Закупки, само собой, тоже встали в копеечку для правительства Шри-Ланки. Упало производство, снизился туризм, следовательно, резко уменьшился сбор налогов. Опять эмиссия и резкий скачок цен. Контрольный выстрел в голову экономики Шри-Ланки сделал резкий рост цен на мировом рынке на продовольствие и энергоносители. Меня поразило решение правительства продолжать свою аграрную политику. Просто сложно представить, что в мире есть люди, которые в условиях, когда во всем мире ощущается дефицит продовольствия, отказываются вводить современные технологии в производство. Понятно, что такие технологии увеличивают выпуск продукции в разы. Но! Стоит ли нам спасать народ Шри-Ланки? Я специально обозначил следующую часть материала максимально жестко. Просто потому, что если отбросить дипломатические политессы, ситуация такова, что одно неверное движение, и мы можем достаточно серьезно ухудшить отношения либо с Пекином, либо с Дели. Сегодня на улицах столицы Шри-Ланки, Коломбо, проходят многочисленные митинги, праздники в честь свержения правительства, просто сборище тех, кто даже не знает, против чего бунтует. Стандартное за все хорошее против всего плохого. Уже назначен новый президент страны Япа Аббей Вардена, бывший спикер парламента. Уже подбирают кандидатуры в новое правительство. Премьер-министр Ранил Викрама Сингхе, назначенный на эту должность в мае, готовится уйти в отставку. Именно он заявил о том, что МВФ не даст новых кредитов. Значит, по мнению народа, именно он в этом и виноват. В целом ситуация такова, что сложно даже предположить, что будет дальше. Уже объявлено, что премьер-министр Викрама Сингхе в ближайшее время поедет вместе с официальной делегацией Шри-Ланки в Москву. Вопросы, которые там намереваются обсудить чиновники двух стран, понятны. Поставки углеводородов и помощь в решении продовольственной программы. Я не знаю, что решил по этому вопросу президент Путин. Телефонный разговор президента Путина и бывшего президента Раджа Паксы уже состоялся. Дмитрий Песков прокомментировал этот разговор в своей манере красиво размазать информацию. Москва должна проанализировать ситуацию, прежде чем принимать решение по открытию кредитной линии для экспорта топлива на Шри-Ланку. Нам действительно следует много раз подумать, прежде чем принимать решение. Мне кажется, что в создавшейся ситуации при таком катастрофическом положении экономики Шри-Ланки важно найти, выбрать, если угодно, лидера, способного жесткими мерами стабилизировать ситуацию. Либо, если такого лидера нет, не принимать ничью сторону. Есть еще один нюанс, о котором мало говорят, но который необходимо учитывать. Это семейственность управления страной. Фактически, Шри-Ланка сегодня управляет одна семья. Семья бывшего президента Раджа Паксы. Например, бывший премьер, который ушел в отставку в мае, это старший брат президента. Большинство министров и высших чиновников тоже родственники президента. Таким образом, смена президента, а исполняющий сегодня обязанности президента Япа Аббейвардена, будет работать всего месяц до следующих выборов, будет означать смену правящей семьи. Вот такой клубок, немного странный для россиян, образовался на Шри-Ланке. Славная благословенная земля. Это перевод названия государства с санскрита. Сегодня готовится к серьезным испытаниям. Что в сухом остатке? То, что ситуация в Шри-Ланке накалилась, факт. Как факт и то, что крах экономики этой страны вызван и объективными, и субъективными факторами. Во многом в этом виноват и народ острова, приведя к власти некомпетентных коррупционеров. Наверное, это проблема многих молодых постколониальных государств. Головокружение от свободы, вера в светлое будущее и прочее, мы через это прошли в 90-е годы. Главное, что будет интересно нам, это возможное противостояние Пекина, Делии и Вашингтона. Виновата география. Слишком заманчиво иметь остров, который практически у самых берегов Индии, но формально независим в своем арсенале. Пойдет ли Пекин на усиление своего влияния на Шри-Ланке, мы увидим очень скоро. Хотя бы проанализировав возможную гуманитарную помощь от китайцев. Для России ввязываться в это противостояние крайне невыгодно. В случае, если это произойдет, мы будем вынуждены занять прокитайскую позицию просто потому, что Дели поддерживает Вашингтон. А нужно ли нам терять дружбу с Индией? Именно поэтому предсказывать дальнейшие события невозможно. Остается только наблюдать и реагировать на то, что происходит. Александр Ставер. Сри-Ланка. Революция. Государственный переворот. Или голодный бунт.